Взять правильное направление в жизни помогают не только занятия. Представители духовенства встретились со студентами Пет-колледжа имени Умара Хабекова. Безопасно и быстро перебраться на другую сторону Кубани теперь жители Карачаевска могут по новому мостику, который возвели недавно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году состоялась рабочая встреча полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Они обсудили итоги социально-экономического развития субъекта за 23-й год, исполнение поручения президента страны и реализацию нацпроектов на территории региона, меры поддержки участников СВО и членов их семей. Рашид Тимрезов проинформировал полпреда, что подготовка республиканской инфраструктуры к проведению выборов главы государства в марте текущего года находится на завершающем этапе. С этой целью организации работы избирательных участков, обеспечения безопасности граждан и общественного порядка налажено взаимодействие с избирательными комиссиями, муниципалитетами, правоохранительными органами, МЧС и другими структурами. Какими качествами и умениями должен обладать современный молодой человек? Их ценности и идеалы. Эту тему обсудили в педагогическом колледже Черкесской имени Умара Хабекова. Альбина Ламкова побывала на занятии. Формирование ценностей и идеалов у молодежи начинается в детстве. Важную роль в этом процессе играет образование, культура, религия, окружающая среда и, конечно же, семья. В чем отличается современная молодежь от предыдущего поколения, сложно сказать. Где-то она уступает, а в чем-то она и намного лучше. Преподаватели педагогического колледжа продолжают активную воспитательную работу со студентами, отчетливо понимая, что для каждого поколения характерно свое мышление, выбор тех или иных кумиров, ценности и убеждений. Современная молодежь отличается от представителей старших поколений амбициями и желанием перевернуть и изменить страну, а, возможно, и весь мир поможет отбросить все вредное и пагубное для их развития, в первую очередь, семья. Моя семья, мои родители близкие уже с малых лет учили меня этому, что человек должен, как это было раньше, придерживаться того, что есть старшие, есть младшие, должны почитать, уважать взрослого, должны учиться. Самое главное – это получить образование. Хорошо, если родители дают правильный ориентир в жизни. Если же нет, добрых наставников молодые люди могут найти и среди хороших учителей, авторитетных руководителей молодежных объединений и, конечно, здесь особую роль играет окружение. Тема духовно-нравственного воспитания личности тесно связана с информацией, которую получает молодежь. Информационная безопасность значительно усложнилась в современных условиях. Учим детей, как надо жить, как поступать, как гражданин нашей этой великой страны. То есть мы, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, говорил, что любовь к отчизне – это от вашего имана, от вашей веры. Прикрываясь религией, хотят нас как бы свести с истинной пути. Мы стараемся объяснять это молодежи не живут. Как по мне, вера, она фундаментальна, и через нее как раз и здоровится семья, образование, успех. Если в этом возрасте выстоять ему правильную дорогу, то дальше он будет ходить уверенно и твердо. Во время мероприятия обсудили понятие свободы и ценности личности. Что такое милосердие, вера, любовь, доброта. Проблему выбора идеалов и ценностей. Студенты смогли задать волнующие их вопросы гостям и сами подготовили доклады. Мне довелось, к счастью, обучать очень большое количество студентов разного периода жизни. И я хочу сказать, что молодежь объединяет то, что она всегда интересная. Она всегда смотрящая вперед. Молодежь – это наше будущее. И какое бы время ни было, молодежь всегда остается в авангарде, на которое мы должны тоже смотреть и у них же, и учиться. Преподаватели в своих выступлениях делали большой упор на необходимость студентами в получении профессии. Недаром говорят, в руках учителя судьба поколений. Именно они в будущем будут обучать молодежь, которая и будет определять дальнейшую судьбу нашей республики и в целом страны. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево, Черкесия. По личному распоряжению главы республики у жителей микрорайона Алмалы-Тала города Карачаевска появился новый пешеходный мост. Он является социально значимым объектом, который обеспечивает безопасное и удобное перемещение пешеходов через Кубань между микрорайоном Алмалы-Тала и городом. Ранее существующая старая кладка находилась в аварийном состоянии и по ней ходить было очень опасно. На открытии нового социального объекта присутствовал марк Карачаевский Марат Урусов и жители, собравшиеся отметили, что подобные инициативы имеют огромное значение и играют важную роль в обеспечении благополучия населения. Ты знаешь, солдат, ты не один, с тобой вся страна. Письма со словами поддержки, благодарности и самыми сердечными пожеланиями, а также добрые и трогательные рисунки отправили из Карачаева-Черкесии более трех тысяч школьников республики в рамках Всероссийской военной патриотической акции «Письмо солдату». Об этом сообщил глава региона Рашид Семрезов. Теплые весточки из дома адресованы нашим землякам-военнослужащим, которые в эти минуты, находясь в зоне специальной военной операции, мужественно отстаивают интересы России и обеспечивают нашу безопасность. В каждой строчке писем и открыток, которые ребята сделали своими руками, чувствуются искренность и огромная гордость за наших героев. В Черкесске завершился Всероссийский турнир. На Кубок президента Союза Тэквондо России его победители получали прямую путевку на первенство страны. Об организации столь престижного состязания в Карачаево-Черкесии в сюжете корреспондента Артура Мхце. Столица Карачаево-Черкесии на пару дней стала центром притяжения для поклонников Тэквондо по всей стране. Около 30 регионов направили в Черкесск своих лучших молодых спортсменов, которым предстояло бороться за престижный трофей и путевки в финальную часть первенства России. Данное мероприятие интересно тем, что победители в каждой весовой категории получают дополнительную квоту для того, чтобы поехать на первенство России без дополнительного отбора в своих регионах. Участие в торжественном открытии турнира приняли многие известные в спортивных кругах люди. Те, благодаря кому Тэквондо в России продолжает развиваться. А изюминкой праздничного действия стало выступление коллектива «Кавказ» под руководством Эдуарда Хугаева. Зрителям были представлены фрагменты танцев народов Карачаева-Черкесии. Родные стены почти всегда считаются дополнительным помощником, и региональной федерации Тэквондо удалось добиться, чтобы в текущем году крупный юношеский турнир принимала Карачаева-Черкесия. Впрочем, проведение подобного уровня состязаний – это еще и задел на будущее. Очень полезно для тех, для новичков. Ведь на данный турнир приходят посмотреть те люди, которые только начинают делать первые шаги в Тэквондо, детки. Они видят уровень, видят, к чему они могут прийти. И, естественно, популяризируется наш вид спорта таким образом. Большинство поединков прошли в напряженной борьбе. Нередко для определения успешного действия приходилось в прямом смысле отматывать картинку назад. Многие из выступавших черкесские ребят и девчат, несмотря на юный возраст, имеют за плечами достижения не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Одна из них – представляющая Карачаево-Черкесию Сабина Шевхужева. Год назад она уже побеждала на турнире президента Союза Тэквондо России. И вот новый успех. Юноша и девушки из нашей республики достойно выступили на турнире. Заняв три первых, два вторых и шесть третьих мест. Те, кто не смог отобраться на всероссийское первенство напрямую, еще имеют шанс получить путевки через отборочное сито региональных состязаний. Артур Мксэмиха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия. Все для фронта, все для победы. Наблюдая за инициативной группой зов Родины, невольно вспоминаются эти слова. Волонтеры группы развернули огромную деятельность по организации гуманитарной помощи. Госпиталем собирают не только продукты питания, но и самое необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи раненым российским военнослужащим. Организовали инициативную группу зов Родины пятеро матерей. И вскоре их старания были поддержаны огромным количеством жителей Карачаева-Черкесии. И не только. О рождении большого и благородного дела смотрите в специальном репортаже. Водинка Ракетова.